Всем привет! В эфире очередной выпуск программы Баскет Ньюс, которая держит вас в курсе событий относительно главного баскетбольного клуба Нижегородской области. У нашей команды на прошлой неделе было отпускное настроение. Все-таки впервые с рождественских каникул баскетболисты получили сразу несколько выходных дней. Впрочем, сейчас подготовка к заключительной части сезона вновь в самом разгаре, ну а у нас есть хороший повод поговорить о самых заметных моментах для БКНН в завершении регулярки. Прошлый сезон и нынешний пока все говорит в пользу времени настоящего. Ближайшие перспективы в плей-офф или как наш самый главный соперник по лиге ВТБ штурмует новые вершины без своего рулевого. Баскетбол в настоящий момент не просто баскетбол, а целая наука, где есть место с самым разным деталям в рубрике «За границами БКНН». Итак, сегодня мы решили сделать небольшое сравнение в результатах нашего клуба и его прогрессе спустя 365 дней. Здесь все очень просто. Год назад болельщикам уже не на что было рассчитывать, кроме как на девятое место по итогам чемпионата страны. В нынешней же истории надежда на позитивное завершение сезона жива и еще неизвестна, как далеко шагнут баскетболисты БКНН в баталиях Единой Лиги ВТБ. Шанс есть всегда, особенно в этом году, когда Нижний Новгород доказал, что он способен бороться на равных с любым соперником. В прошлом сезоне подобных подвигов не было и в помине. Горожане пробились в плей-офф Единой Лиги ВТБ, однако вильнюсский Литовас Ритас выглядел намного сильнее. Поэтому закономерно пошел дальше в четвертьфинал, оставив за бортом турнира дружину Лукича. Другое дело сейчас, когда команда переиграла по ходу турнирных баталий ЦСКА, Химки, Уникс. Конечно, майская битва в нокаут-раунде с питерским Спартаком предстоит нешуточная. И закончиться она может приблизительно так же, как и год назад с литовцами. Однако в данной истории к противостоянию мы подходим уверенными в том, что красно-белым никто ничего просто не отдаст. Вселяет оптимизм и слова главного тренера. В одном из своих комментариев он произнес, наверное, ключевую фразу, как нельзя лучше характеризующую наш коллектив в настоящее время. Если смотреть на результаты команды в период после Нового года, то очевидно, что у нас нет серьезных провалов. Да, поражения случались, но в каждом матче мы пытались навязать борьбу любому сопернику. Причем даже в той ситуации, когда в нас никто не верил. Клуб находится в непростом положении, учитывая кадровые сложности с игроками передней линии, но никто не собирается опускать руки. Будем стараться искать новые варианты. И почему-то есть ощущение, Лукич обязательно что-нибудь придумает, как это было в поединке с Химками или Униксом. К тому же и соперник по плей-офф Питерский Спартак понес, может быть, еще более весомую потерю. Совсем недавно с своего поста был уволен наставник красно-белых Юриздов, некогда лучший тренер Еврокубка. Ну а в нынешней ситуации клуб Зверегов Невы не пробился в решающую стадию этого турнира, а затем еще и оступился в матчах чемпионата страны с Спартаком Приморьей и Триумфом. Это стало последней каплей, хотя, как всегда, внутри коллектива в комментариях многие называют этот шаг шокирующим. Подобные высказывания касаются и ныне исполняющего обязанности главного тренера Евгения Кисурина. Еще недавно бывший партнер ПЦСК и сборной страны нашего генерального менеджера Сергея Панова приезжал в Нижний Новгород с молодежной командой. И вот новый вызов, пока, надо сказать, Кисурин со своими полномочиями справляется в целом неплохо. Так, в финале четырех Кубка России команда пробилась в главный матч турнира, однако затем все-таки в тяжелой борьбе уступила самарским красным крыльям 80-86. Но таковы реалии настоящего российского баскетбола, когда волжане сейчас выглядят куда монолитней, нежели их соперники из Санкт-Петербурга. Кстати, будет ли в следующем году Кубок России, в каком формате он будет проходить, пока сказать сложно. Правда, глава РФБ Александр Красненков несколько часов назад обещал, что если все его задумки реализуются, то Кубок России станет весьма интересным турниром. Детали из-под завесы пока одна. Возможно, баталии турнира разделят на две составляющие – Кубок России и Кубок РФБ. И еще в довершении этой темы есть неясность с проведением чемпионата России. Права вроде бы как хотят выкупить представители Единой Лиги ВТБ, но прозрачность пока в данном вопросе отсутствует. Тут может быть два варианта. Либо будет чемпион определяться автоматически внутри Лиги ВТБ, либо другие клубы другого ранга, там Суперлиги или Высшие Лиги, как они там называются, они тоже могут разыгрывать звание чемпиона России. Ну и вновь возвращаясь к теме нижегородских перспектив, нужно добавить, что даже сами игроки верят в свои силы. В такой ситуации чем не повод не просто изучать ближайшего соперника, но и последующую сетку соревнований. Вот, например, мнение капитана БКН Семена Антонова, которое он высказал в своем блоге на Радио Спорт. Сейчас «Спартак» попал в такую ситуацию, что они уволили главного тренера. Команда, наверное, сейчас обезглавлена, и мы постараемся, наверное, может, это будет наш Козырин сыграть в нашей стороне. Но мы готовимся, настраиваемся и очень хотим пройти первый раунд плей-офф, где во втором раунде нас ждет наш любимый же Альгерис, с которым мы можем играть, который мы обыгрывали. И чем черт не шутит, может быть, даже пройти второй раунд плей-офф. Похоже, мы не планируем останавливаться только на питерском «Спартаке». Это обнадеживает, радует и придает ощущение, что в нынешнем сезоне, несмотря на кадровые сложности для баскетбольного клуба «Нижний Новгород», все закончится благополучно. Совсем недавно мы отмечали победу Нижнего Новгорода над подмосковными «Химками». Теперь пришло время сразиться с Зорно Лукичу лицом к лицу с наставником «Желто-синих» Римасом Куртинайтисом в словесной дуэли в рамках рубрики «Единой лиги ВТБ 1 на 1». Сразу о том, что не очень понравилось. Есть ощущение, что наставников не предупредили о юмористической направленности данной схватки. По крайней мере, сербский специалист, как мы знаем, всегда не прочь пошутить. Но здесь как-то был слишком серьезен. Вот, например, вопрос. Кто виноват, если проиграла команда? «Тренер». «А тренер как? Как всегда, да». «Все видят игроков, когда что-то плохо, все видят тренера. Это так уже сложилось. И это часть нашей работы. И от этого никуда не деться». «Обычно команда ставится на центре поля, получает апплаузы. И это обычно убивает без тренера. Поэтому, наверное, из-за этого произошла такая поговорка». Да понятно, что тренер. А было бы неплохо, если бы, например, Пушкин или Чубайс. Хотя Зоран Лукич все-таки более далек от российских реалий. Главный же момент, который действительно понравился, наставник Химок рассказал о том, что мечтал в детстве стать таксистом. Наш же коуч поведал о мечтах быть летчиком. Мысль высокая, но в рамках данной рубрики не слишком выигрышная. В общем, небольшое поражение Зоран, но есть небольшая скидка на то, что ему, конечно, было сложнее в условиях чужих культурных ценностей. За границами БКНН сейчас много говорят о травме звезды Заокеанской национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайнти. Кстати, в данном случае история в некотором роде перекликается с той историей, которая случилась совсем недавно в баскетбольном клубе Нижний Новгород. Банальная ситуация. Коби по прозвищу «Мамба» начинает обыгрывать в левую сторону и падает словно скошенной косой. Звездой наследника великого Майкла Джордана уводят с площадки, а через некоторое время выясняется, что у него разрыв ахиллова сухожилия. И практически для любого баскетболиста это приговор. От шести месяцев до года вне игры. Нужно сразу заметить, еще некоторое время назад, когда у клуба Брайнта Лос-Анджелес Лейкерс не шли дела, он торжественно пообещал вытащить свою команду в плей-офф. За три тура до окончания регулярки коллектив в золотистой форме в восьмерке сильнейших, но ничего не ясно в борьбе с конкурентами, дышащими в затылок. Поэтому лидер проводит на площадке более 40 минут, ведь в Америке играют 4 четверти по 12 минут. И это почти в 35 лет. Сразу вспоминаются слова Зорна Лукич, который старался как можно меньше нагружать славянского центрового Примаша Брежица. После Нового года наставник отмечал, что Примаш много времени проводит на площадке, только вот заменить гиганта порой было действительно сложно. Да и на кону стоял результат. А ведь после 30-ти опасность травмироваться при большой нагрузке возрастает. Примаша спасали как могли, но разрыв икроножной мышцы все-таки оставил его неудел в окончании сезона. В данном же случае Коби Брайн просто перестал дозировать нагрузку, пытаясь вытащить Лейкер всеми возможными способами матча и плей-офф. И как результат организм не выдержал. Теперь остается только ждать, как отреагирует остальной коллектив на эту серьезную кадровую потерю. По крайней мере Нижний Новгород показал всем, что нос в подобной проблеме точно вешать не стоит. И тогда выход обязательно найдется. Ну и на этом наша программа подошла к концу. Смотрите Баскет Ньюз на канале Россия 24 по средам. И о главной баскетбольной команде в регионе вы будете знать практически все. Редактор субтитров А.Семкин